Слава Иисусу Христу! Благодарим, они большие, молодцы. Как они стройно поют вообще, как они здорово поют. Я вообще хочу вам, церковь, в любви признаться. Дело в том, что я по долгу службы должен много ездить в разные города. После того, как пастор Александр Неретин переехал в Баку, пастор Мацулла попросил меня взять ответственность за нашу работу с церквями. И у нас в ассоциации 390 церквей, поэтому много приходится ездить. И каждый раз, когда я возвращаюсь домой, я думаю, как я люблю мою церковь вообще. Все, что здесь происходит. Когда вижу ваши лица. За некоторыми из вас я слежу там в социальных сетях и смотрю, и думаю, а, я хочу домой. И когда приезжаю сюда, я все здесь люблю. Во-первых, конечно, вас. И потом, когда здесь ковролин сморщенный был, я даже его любил. Сейчас хороший ковролин. И слава Богу. И стулья, и туалеты, и кафе наше. И вообще все, что есть в нашей церкви. Вы вообще такие хорошие. Давайте ценить то, что Бог нам дал. Друг друга ценить, церковь ценить. И свободу, которая у нас есть, проповедовать Евангелие Иисуса Христа. Аминь. Поэтому очень-очень рад вас всех видеть. У меня есть слово, которым я хочу поделиться с вами в этот день, 15 июля. И хотел бы я начать с того, что сделаю такое заявление, что ли. Но вообще-то на заявление оно не тянет. Это такое просто слово, словосочетание. Звучит оно так. Вот завтра его не существует. И помните меня правильно. Бог даст, будет календарный понедельник, вторник и среда. И пока Иисус не придется, вот есть эти дни. Но вот само вот это понятие, когда человек собирается сделать что-то завтра. Вы, наверное, как и я, много раз подобное говорили. Ну, я завтра этим займусь. И я думал, как мне проиллюстрировать вам вот это вот завтра. И у меня такая иллюстрация, она немножко странная. Ее только в мультиках разве что можно увидеть. Но я вот ее такую вам придумал. Я представил себе кролика. Можете себе представить кролика с ошейником. Кролик с ошейником, это уже забавно. И у этого кролика с ошейником есть, знаете, такая проволока. Она вот так вот здесь висит. И на конце этой проволоки у него морковка. И вот эту морковку можно назвать, как хотите ее назовите. Можете назвать ее, буду изучать английский язык, например. Или там получу права на машину. Или сделаю загранпаспорт. Или вот, ну, что там вы планируете делать завтра. И эта морковка, она так близко находится. Так она близко, что ты думаешь, я сделаю один прыжок. И морковка моя. Один прыжок, вот она совсем близко. Та заветная мечта, цель, которую я собираюсь осуществить. И она вот завтра находится. И ты такой думаешь, ну все, вот она этот прыжок. И ты делаешь этот прыжок. И эта морковка, она от тебя ровно на таком же расстоянии опять находится. А кажется, как будто реально что-то в жизни происходит. За всю свою жизнь я ничего не получил завтра. Вот нету ничего такого, чтобы я мог об этом сказать. Вот это я купил завтра. Или моя жена мне сказала, да, ну, когда еще не была женой, завтра. Все, что в моей жизни произошло, произошло сегодня. Аминь. Вчерашний день, 14 июля, уже ушел в историю. 16 июля еще не наступило. Что у нас есть? У нас есть с вами 15 июля. И это чудесный день для того, чтобы начать делать что-то. Да. Я очень глубокий проповедник, я знаю. Просто когда-то меня Господь научил, говорит, проповедуй, как будто с шестилетним. Тогда, говорит, и взрослые точно поймут. Вот время, да, 23.55. Да, вот есть 23.55, 23.56, 23.57, 58, 59. И вот 0, 0, 0, 0. И должно сейчас что наступить? Ну, как бы, по идее, должно наступить завтра, но наступает опять сегодня. И твое завтра оказывается от тебя на 24 часа дальше. И вот это вот та самая морковка, знаете, когда мы все время что-то собираемся сделать завтра. И, конечно, есть какие-то дела, которые мы по разным обстоятельствам не можем сделать сегодня. Но мы что-то можем начать делать уже сегодня. И более того, в Библии есть множество примеров тому, что мы можем начать делать уже сегодня. И я хотел бы предложить вам сегодня вот отправиться в такое путешествие по Библии, посмотреть, что же говорит Слово Божье насчет того, что мы уже можем делать сегодня, уже можем делать в этот день, ныне. И первое, мы можем с вами посмотреть первый отрывок из Писания Священного, Псалом 38, стих 8. Потому что ныне, это одно из слов, которые Бог использует в Своем слове для того, чтобы объяснить вот наше самое сегодня. Ныне. Вот такие здесь слова есть. Ныне, в 8 стих 38 главы Псалмопевец говорит, «Чего ожидать мне, Господи? Надежда моя на Тебя». Поэтому первое, что я хочу сказать вам, друзья мои, уже сегодня вам не нужно ждать следующего дня. Вы можете решить уповать на Бога. Даже когда не знаете, что с вами может произойти. Чего ожидать мне, Господи? Надежда моя на Тебя. Я не знаю, каким у вас будет остаток сегодняшнего дня или был, может быть, начало этого дня. Но, может быть, у вас есть важный разговор. Может быть, вам нужно у кого-то попросить прощения. И вы давно уже собирались это сделать, но никак не осмиривались. И вы думаете, но что он скажет мне? Простит он меня или не простит? Смогу ли я с ним поговорить? Чего ожидать мне, Господи? Ну, я не знаю, чего вам ожидать. Но точно могу сказать, что в этом ожидании уповайте на Бога. Может быть, вам предстоит серьезный разговор с вашим боссом. Вы уже на него 8 лет работаете, а он вам зарплату никак не поднимает. Думаете, все, я должен с ним поговорить. Ну, сколько можно уже откладывать вот эту морковку на завтра? Я должен с ним поговорить. Ну, что, если он меня уволит? Ну, может быть, уволит. Может быть, повысит зарплату, а может быть, понизит. Я не знаю, что произойдет, но я точно могу сказать вам. Вы можете уповать на Бога. Чувствую, прям поддержка прет от вас такая. Прямо аж волосы у меня сдувает туда-назад. Да, слава Богу. И, может быть, юноша здесь есть, молодой человек, вы собираетесь сделать предложение. Сегодня, вот он день, 15 июля. Вы его так ждали. Должно было быть уже год назад, 15 июля, но все время как бы завтра, завтра, завтра. И вот вы дошли до 15 июля. Вот оно, то самое, 15 июля 2018 года наступило. Но что она мне скажет? Скажет ли она, да, или она меня отвергнет? Я понятия не имею. Чего ожидать мне, Господи? Надежда моя на Тебя. Аминь. Когда я стал новообращенным христианином, это был год, наверное, 94-й или 5-й, я с моей мамой отправился навестить мою бабушку, ну мамину маму. И мы ехали через Белгород, и в Белгороде должны были пересесть на электричку, которая едет в Волчанск, там, в Харьковской области, небольшой городок. И по какой-то причине, я не вспомню сейчас, по какой, наш поезд задержался, и мы опоздали на электричку. А следующая была только через день. И вот мы в Белгороде, никого в Белгороде не знаем, понятия не имеем, что дальше делать. Моя мама, кстати, сейчас нас через интернет смотрит. Она мне написала, Сергей, будет прямая трансляция, она в Казахстане, мама, привет. И моя мама такая, она сейчас во Христе, в церковь ходит по воскресенью, но тогда я еще была на пути, и она такая, что делать, что делать, что делать? Сергей, что делать, что делать? Я говорю, мама, подожди, сейчас я помолюсь. Я отворачиваюсь, говорю, Господи, что делать, что делать, что делать? Потому что есть разница между тем, когда неверующий говорит, что делать, что делать, и верующий говорит, что делать. Уже у нас есть надежда. Чего ожидать мне, Господи? Ну, я не знаю, чего ожидать, но надежда моя на Господа, у Него есть какой-то путь, у Него есть какой-то выход. Я как сейчас помню в этой молитве, что делать, что делать, короткая, простая молитва, между ларьком, там где-то киоск продавали, что-то напитки там, и зданием железнодорожного вокзала, значит, стоит маршрутка, такая, знаете, маршрутное такси. И Дух Святой, тихий, нежный голос, Сергей, садитесь туда. Я говорю, мама, быстро давай маршрутку. Она говорит, зачем? Я говорю, просто доверься мне. Вот мы в маршрутке. Я еду, молюсь, что делать, что делать, что делать. Мама на меня вот такими глазищами смотрит, что вообще происходит. Мы проехали, я не знаю, может быть, 15 или 20 минут, и тогда Дух Святой, Сергей, все, выходите сейчас. Вот мы вышли, представляете, в Белгороде, где стоим? Чего стоим? Понятия не имею. Мама говорит, дальше что делать? Я понятия не имею. Чего ожидать мне, Господи? Ну, надежда моя на Бога, аминь. Если уж в маршрутку сели, точно есть какой-то дальше путь. И Дух Святой говорит, Сергей, вон там такси. Спроси у этого таксиста, где-то недалеко есть железнодорожная станция. Я, окей, подбегаю, говорю, здрасте. Так и так, говорю, где-то здесь есть железнодорожная станция? Он говорит, да, несколько кварталов вот есть. Я говорю, везите нас. Мы проехали несколько кварталов, заезжаем на станцию. И знаете что? Я думаю, вы можете получше похлопать в это воскресенье днем. Прямо там. Прямо там. Вот это да. Как такое возможно? Я вам скажу, как такое возможно, когда мы уповаем на Бога. Потому что Богу есть до нас дело. Ему даже есть дело до маленьких мелочей в твоей жизни. Он хочет себя проявить в твоей жизни. Но кто-то должен осмелиться Ему доверять. Другой раз у меня была машина Hyundai Elantra, как сейчас помню. И там горела какая-то лампочка, что что-то не в порядке. Это сейчас, когда лампочки горят, их там столько много, что ты точно знаешь, там по Нуалу-Мануалу можешь посмотреть, знаешь, что сломано. А тогда просто вот она горит, что-то не в порядке, и все. Я меня это так раздражал. Думаю, ну что она горит, эта лампочка? Иду такой в гараж за машиной. Говорю, Господь, ну почему лампочка эта горит? Ну сколько можно вообще? И вот тот самый голос про маршрутку говорит. У тебя контакт с задней левой двери отходит там. И вот в этот момент ты понимаешь, что ты либо тебе в больницу надо, либо ты на самом деле можешь слышать голос Духа Святого. Ему есть дело даже вот в таких мелочах. Ну как узнать? Надо только проверить, правильно? Больше никак. Поэтому я гараж открываю, никто на меня не смотрит, думаю. Я раз все там разобрал, там где контактик этот, где вот закрывается дверь. И знаете что? Все поставил на место, и лампочка потухла. Лампочка потухла. Чего ожидать мне, Господи? И друзья мои, я не знаю, что принесет вам воскресенье 15 июля. Остаток этого дня, да? Кто победит, я не знаю. Но упование мое на Господа. Я сказал, упование мое на Господа. Я могу Ему доверять. Он держит все в своих руках. Он может меня подержать. Упование мое на Него. Что еще можно делать сегодня? Псалом 118, 67 стих. Автор говорит следующее. Прежде страдания моего я заблуждался. А ныне, скажите ныне. Вот. Ныне, значит сейчас, 15 июля. Слово твое храню. Поэтому ныне реши исполнять Слово Божье. Есть какие-то вещи, которые, наверное, мы сделаем в понедельник или во вторник. Но уповать или исполнять Божье Слово можно уже сейчас. Нам не нужно ждать следующего дня. И автор говорит вот интересные слова. Он говорит, прежде страдания моего я заблуждался. То есть что-то сделал не так. Поэтому страдаю. С вами было когда-нибудь такое? Ты покупаешь пакетик МНДМС. И у тебя такой пакетик МНДМС. Вы знаете, да, что такое МНДМС? Конфеточки с орешечками, с шоколадиком. Такие вкусненькие. И вот вечером ты по какой-то причине не можешь заснуть. И это лежит пачечка с МНДМСиками и говорит, открой меня. Ты говоришь, нет, я противостою тебе, сатана. Я не буду открывать. Ну давай, открой, только одну. Ты говоришь, ну разве что только одну? А время уже полдвенадцатого ночи. И ты понимаешь, что больше, чем одну нельзя. И ты такой, ладно, аккуратненько открываешь этот пакетик. И это последнее, что ты помнишь. Через полчаса ты очнулся. Что вообще произошло? Разорванный пакет, ни одной МНДМСинки не осталось, и никого нету. Ты думаешь, кто? Две бутылки колы стоят, выпитые. Что вообще только что произошло? И чувствуешь, распирая тебя изнутри. И страдание. Страдание, страдание. И мысля хорошая, как говорится, приходит, которая опосля, да? И вот Пазал Мопевец говорит, прежде страдания моего я заблуждался. А ныне, он говорит, я слово твое храню. Друзья мои, иногда мы совершаем поступки. Может быть, мы едем со скоростью 150 км в час. Потом нас раз гаишник остановил и штрафанул нас. И уже у нас лишение прав. Мы такие, ааа, и начинаем страдать. Зачем я вообще ехал так быстро? Говорила мама, езди по правилам. Я и сам говорил всем, что надо по правилам ездить. Зачем я так ехал? Но мы искушали Христа. Искушать Христа, это когда мы просим Бога благословить то, против чего Он заранее настроен. Ну, то есть нельзя ехать со скоростью 200 км в час, не пристегнутым, и говорить, Бог благослови мою дорогу. Да, или когда там парень с девушкой, я не знаю, они живут вместе до брака, да, еще не муж, а жена спят там весь, и у них секс, и они говорят, Бог благослови наши отношения. Ну, как Он может это сделать? Но мы иногда поступаем всячески, делаем какие-то поступки, а потом страдаем из-за них. И вот что интересно, вместо того, чтобы исправиться, мы откладываем все это на потом. Сидишь такой, сериал смотришь вечером, и там какая-нибудь там сцена, и ты понимаешь, что тебе, как христианину, ну не следует это смотреть. А ты как бы уже посмотрел. И дьявол такой, ну ты же уже посмотрел, ну что ты в самом деле? Давай уж досмотри до конца. Если уж съел одну мидемсинку, то уж давай это самое. Сегодня досмотрим сериал, а завтра в спортзал. Сегодня мидемс, а завтра в спортзал. Сегодня сериал, а завтра покаяние. И вот интересно, что мы вот это сегодня делаем, а завтра до нас как бы не доходит. Но псалмопевец, он же тоже человек, да, он говорит, до страдания моего я заблуждался, я сделал что-то, чего не должен был делать, но ныне, сейчас, в это время, я принимаю решение хранить твое слово. Выключить телевизор, да, там. Отложить в сторону мобильный телефон или повесить этот самый замок на холодильник и ключ в окно выбросить. Ну, в общем, сделать что-то. Ныне слово Твое храню. Ныне, Господь, я буду исполнять слово Твое. И мы можем с вами это сделать. И псалмопевец такой молодец, он говорит, я раньше вот так поступал, а теперь я решил исполнять Божье слово. Но вот что интересно, что это связано, конечно, не только с жизнью в области святости и так далее. Слово Божье мы можем хранить также в области, к примеру, исцеления. Церковь должна быть местом, где происходят чудеса. Церковь должна быть местом, где происходят знамения. Аллилуйя. Я, как сейчас помню, моя супруга заболела. И так заболела, что совсем заболела. И температура была больше, что недостаточно было градусника, чтобы измерить температуру. Тогда у нас было еще казахское гражданство, и это были там 90-е годы, середина 90-х, может быть, 96-й год. И я позвонил в скорую, говорю, приезжайте. И они стали расспрашивать всякие вопросы. Оказалось, что мы не россияне, мы не можем к вам приехать. И просто отказались. И Вале совсем плохо. Я уже пошел пешком в больницу, нашел их адрес, пришел туда, уговорил их. Они приехали к нам домой, а значит, стали ее осмотреть. И говорят, какая температура? Я говорю, я не знаю, потому что градусника не хватает. Они говорят, такого не может быть. Я говорю, ну проверьте. Он свой градусник ей дает, измеряет и такой смотрит. Вообще-то, говорит, с такой температурой не живут. Ну, точно не так долго. Я думаю, да ладно. Просто взяли, развернулись и уехали. Ничего не сделали. Таблетки, ничего не помогало. Ни уколы, ничего не помогало. И все было хуже и хуже и хуже. И тогда я вспомнил. Первая Петра 2, 24. Кто помнит? Первая Петра начинали написать, ранами Иисуса Христа мы исцелены. Я подумал, почему мы иногда верующие сначала в банке, потом в больнице, потом еще куда-то идем за помощью, к друзьям, и когда уже совсем ничего не остается, мы тогда, что там в Слове Божьем написано? Мы как бы к Слову Божьему, как к последней соломинке. Но почему к последней соломинке мы можем в первую очередь к ней обращаться? Сегодня верующие есть на богослужении? Я надеюсь. Я не хочу себя чувствовать очень одиноким сегодня. Я сам себе проповедую сегодня, безусловно, как и, наверное, всегда все проповедники. Друзья, и вот мы стали... Я говорю, Валя, вставай. Она говорит, Мартюрничев, ты с ума сошел. И когда моя жена называет меня по фамилии, это значит, что я точно делаю что-то странное. Я говорю, вставай, Валя. Я взял ее за руку и говорю, повторяй за мной. Мы стали ходить. Первая Петра 2.24 говорит, что ранами Иисуса я исцелен. Она такая, Первая Петра, Первая Петра, Первая Петра. И через 20 минут ей стало еще хуже. Вообще хуже. Я говорю, Валя, ладно, садись. Даю ей листок бумаги, потому что я дальше не знаю, что делать. Ручку ей даю. Говорю, пиши. Первая Петра 2.24 говорит, что ранами Иисуса я исцелен. Я говорю, мелко пиши, потому что я не знаю, что дальше делать. И одна страница, вторая, третья, где-то четвертая или пятая страница. Валя была полностью и совершенно здорова. Аминь. Полностью и совершенно здорова. Братья и сестры, и почему бы этому чуду не случиться в вашей жизни 15 июля? По-моему, сегодня чудесный день для того, чтобы чудеса происходили. Зачем нам нужно ждать следующего дня ради чуда? Нам нужно поднять уровень своего ожидания. Понимаете, друзья, мы должны с вами ожидать чудо от Бога. Потому что ожидание – это как деньги на счету веры. Вот есть деньги на телефоне у тебя? Сможешь позвонить. Нет денег? Не сможешь. И ожидание – это как деньги на счету веры. Если ожидание есть, можешь ожидать чудо, потому что вера сработает. Почему я это говорю? Да потому что Евреям 11.1 написано, что вера – это уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого. Поэтому нам нужно чего-то такие ожидать. И это как если бы мы сказали, что у нас есть деньги на счету веры. Что-то может произойти, когда мы ожидаем. Поэтому идешь на молитву – ожидай, что Бог будет общаться с тобой. Открываешь Слово Божье – ожидай, что Бог будет обращаться к тебе. Раньше у нас как первая Библия была? Вся подчеркнутая волнистыми, пунктирами, на полях. И мы все писали. Пунктир означает про исцеление. Волнистый означает про освобождение. Там точка-тире, точка-тире означает про семью. И у нас все были свои вообще пути и ходы. Потом вторая Библия – чуть уже поменьше. А третья – ну зачем книгу портить? Кто-то однажды сказал, что у самых прилежных людей самая истрепанная Библия. Давайте верить. Почему бы не 15-го числа? Почему бы сегодня не произойти в нашей жизни какому-то чуду? Сегодня чудесный день для того, чтобы чудо произошло в нашей жизни. Поэтому давайте думать об этом. Давайте решать то, что Слово Божие говорит. К примеру, Иисус однажды сказал в Луки 4,21. Он начал говорить им и говорить, «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Поэтому уже ныне вы можете решить, что Писание будет работать в вашей жизни. Когда-то были сказаны слова об Иисусе. Пророчества писали пророки, псалмопевцы. Ну, в общем, все книги Библии так или иначе говорят об Иисусе. Но потом он взял, прочитал этот стих и говорит, «Все, что вы раньше слышали, сейчас исполнилось». Дорогие, а как в вашей жизни? Может быть, когда-то кто-то пророчествовал вам? Может быть, вы были на домашней группе, читали Слово Божье, и Слово Божье как бы выпрыгнуло, и вы понимаете, «Да, это Слово для меня». Может быть, оно связано с исцелением, может быть, с семьей, может быть, с будущим, может быть, с мечтой, может быть, с бизнесом, оно просто прыгнуло на вас, но вы как бы еще не увидели его исполнение. Почему бы 15 июля не стать тем днем, когда вы сможете сказать, как Иисус, «ныне исполнилось то самое, что раньше было сказано». То Слово об исцелении, то Слово об освобождении, то Слово о финансовом прорыве, то Слово о бизнесе, то Слово, вот это Слово о семье было сказано, и ныне оно исполнилось. Должен наступить тот день, когда это ныне исполнится, и почему бы этому дню не быть 15 июля? Вы бы видели сейчас свои лица. «Но я так долго жду». Я понимаю. Я тоже жду. Но я хочу сегодня увидеть свое чудо. 15 июля. Пастор Сергей, а что если 15 июля не произойдет? Тогда в 00.00 опять будет новое сегодня. И у меня появится еще один шанс снова ожидать. Еще 24 часа, чтобы ожидать. Мы каждое воскресенье молимся о втором здании. Мы на один день ближе к нашему второму зданию. Мы же не удаляемся от здания по мере того, как мы молимся. Мы приближаемся к нашему чуду. И однажды мы можем сказать вот то самое местописание, что нам стало тесно, и нам нужно, мы скажем, ныне исполнилось Слово. Скажешь, а это может быть 15 числа? Точно может. Точно может. По крайней мере, мы точно можем что-то делать сегодня для того, чтобы это осуществилось. Библия говорит, что вы победите дьявола кровью Агнца и Словом Своего свидетельства. Я просто хочу рассказать вам историю. Вы ее, скорее всего, слышали от меня раньше. Но я еще раз вам ее расскажу, потому что я даже сам, когда учу начинающих проповедников, говорю им, чтобы они не стеснялись рассказывать одни и те же истории снова и снова. Потому что в них есть сила. Я вспоминаю, как мой сын Натан, когда был помладше, захотел сноуборд. Говорит, папа, купи мне сноуборд. Я говорю, Натан, даже самый маленький сноуборд тебе будет слишком большим. Я говорю, давай деньги копить. Он говорит, хорошо. Давай будем копить деньги. И вечером я по обыкновению молюсь за своих детей, как вчера, например. Уже я 19 лет молюсь за старшего сына и так далее. Я каждый вечер молюсь за своих детей. Я говорю, о какой сумме согласимся? Он говорит, папа, давай за 100 долларов. Я говорю, хорошо. За 100 долларов так за 100 долларов. На утро я проснулся от того, что Натан ревет. Прямо вот как Пумба и Тимон. Знаете, крокодилами слезами. Я говорю, ты что ревешь? Он говорит, папа, я облазил весь дом. Нигде нет 100 долларов. Я все в кошелек за деньгами для того, чтобы дать. Господь меня остановил. Говорит, Сергей, ты что думаешь, ты единственный источник благословения для своих детей? Я говорю, а как-то разве по-другому все работает? По-моему, все понятно. Они молятся, мы платим. Так всегда было. Они молятся, мы платим. И Господь говорит, подожди, день слишком молодой, дай мне шанс. Я говорю, хорошо, Господь. Мы поехали в церковь на богослужение. И после богослужения, это было воскресенье, поэтому я вам рассказываю именно эту историю. Потому что это воскресенье произошло 15 июля. Ну, как бы не 15, но вы понимаете, о чем я. После богослужения молодая женщина подошла и такую сдала коробочку. Говорит, это для Натана. Там была машинка под пластиковой пленкой, видно было машинку. Я говорю, хорошо, бросил ее в сумку. Мы на парковку. Я про машинку вспомнил, Натану передал. Мы отъезжаем от парковки. И вдруг я слышу такой, знаете, характерный шелест. Я смотрю в зеркало заднего вида, и мой сын разворачивает 100-долларовую купюру. Я сижу такой, эх, надо было больше просить, думаю. Такая отцовская мысль. Он получил. Я до сих пор понятия не имею, откуда там взялись эти деньги. Может быть, это женщина молодая положила. Может быть, сами ангел-то принесли. Я не сверял самые коды там прочие. Но 100 баксов прямо там лежало. Я подумал, вау, Бог-то чудесный. Когда есть ожидание, вот как у моего сына, понимаете, ожидание. Мы сегодня помолились, наступило новое. Сегодня должно быть чудо. Верю, Господи. Помоги моему неверию. Я вижу, как вот на наших с вами глазах, вот у меня у самого написано, ну как? Ведь это невозможно. Друзья мои, у Бога нет ничего невозможного. Я сказал, у Бога нет ничего невозможного. И почему бы 15 июля не стать чудом вашей жизни? Да, может произойти чудо. Именно сегодня. Точно так же, как произошло чудо у моего сына, когда он был помладше. Бог верный. Что еще мы можем делать ныне? В послании к римлянам, в пятой главе, в девятом стихе мы прочитаем. «Посему тем более ныне, будучи оправданным кровью его, спасаемся им от гнева». То есть вот смотрите, какие-то вещи есть просто ныне, а вот это тем более ныне. То есть это есть что-то просто ныне, а вот это тем более ныне произойдет. Посмотрите на меня на секундочку, пожалуйста. Все, внимательно. Ха! Окей. Скажите, пастор Сергей делает. Это было мгновение. Это было мгновение. Библия говорит, на мгновение гнев его. На всю жизнь благоволение его. Мгновение. Вот просто ха! И все, оно закончилось. Но даже от этого мгновения гнева кровью Иисуса Христа мы спасены. полностью, совершенно. Спасены, очищены от всякого гнева. И чтобы это проиллюстрировать, расскажу вам еще одно свидетельство. Когда уже я был помладше, мама моя сказала, «Не играйте, дети, дома в футбол». Мама, какой футбол? Все нормально. Мама, на работу, мы за мяч. Диван стал воротами моего брата, и окна стали моими воротами. Один, ноль, два, ноль. И потом я со всей силы, как ударил мячик, мячик в одну стенку, потом в другую, и потом попал прямо в напольную вазу. И ваза сделала так. И упала, и половина вазы в дребезги просто вдумс, и разлетелась. Моя восьмилетняя жизнь пролетела у меня в голове очень быстро. Я увидел, как я у мамы на колене, она этой выбивалкой, которой Паласа выбивает. Хатюм, хатюм, хатюм. Может, не надо? Надо! Хатюм. Федя, помните, да? Надо, Федя, надо. И вот эта вся картина, когда прошла у меня в голове мамин гнев, вдруг во мне проснулись гениальные способности к реставраторскому искусству. Я нашел дома клей-момент. И в течение шести часов я склеил вазу. Ваза была такого красновато-коричневого цвета, поэтому мамин лак для ногтей чудесно подошел для закрашивания всех трещин. И я поставил вазу так, целой стороной, значит, в гостиную, и разбитой стороной туда, к стенке. Мама пришла, конечно, ничего не заметила. По субботам в нашем доме генеральная уборка. И мама говорит, я буду убираться здесь в гостиной, вы там в спальне, на кухне. Я говорю, мама, у тебя взрослые дети. Ложись на диван. Я сам уберусь в гостиной. Мама, конечно, поняла, что что-то не то, но в дневнике все было нормально. Поэтому учители никуда не звонили. И, короче, ничего моего не заметила. Две недели она ничего не заметила. На третью неделю в моем брате проснулся сатана. Старший брат понял, что надо как-то это дело использовать. Поэтому так случилось, что кроме генеральной уборки, мы среди недели, у нас обычная уборка была. Ну, знаете, там мусор вынести, там что-то прополисось, какие-то по мелочам. И мы по очереди это делали. И тогда брат говорит, Сергей, сегодня ты будешь это делать. Я говорю, Валера, сегодня твоя очередь. И он так на меня смотрит и говорит, Ваза. Я думаю, это ты что. Я просто превратился в его раба. Я воду для него носил, бутерброды ему с докторской колбасой делал. Я все за него делал. Если бы я был умнее, чем он, то я бы и домашний из работы за него делал бы. Две недели я был его рабом. Две недели. Наступила пятая. И мама каким-то образом все-таки Вазу заметила. И она такая, Сергей. Я в этот момент делал домашнее задание. Я прибежал к маме, упал ей на колени, стал рассказывать все. И она стала меня... Я думал, что сейчас все, сейчас гнев мамина. Вот это помните. Втюм, втюм, втюм. Вот все вот это вот. Сейчас гнев мамина брушится на меня. Но знаете что? Она стала гладить меня по голове. Я почувствовал себя как Карлсон, знаете, малыш в мультике Карлсон. Говорит, для меня дороже всех миллионов тысяч всех вас. И слезы у меня перестали течь. Я подумал, идиот. Две недели в рабстве. Две другие недели в ожидании наказания гнева маминого. Идиот. Почему я сразу не признался? Почему я сразу не рассказал? И я жил вот в этом страдании, жил в этом вот ожидании гнева маминого. Но знаете что? Некоторые из нас, мы живем в ожидании Божьего гнева. Мы что-то сделали, мы думали, Бог нас разгневает. Когда-то у меня был бизнес, я джинсы продавал. И если у меня продажи не шли, я сразу делал заключение. Чего-то я согрешил. Чего-то я согрешил. Я сразу начинал себе объяснять, почему у меня нет хороших продаж. Когда что-то в жизни не идет, мы чаще всего вот это вот, сам себе режиссер передачи снимаем, почему что-то в нашей жизни произошло. Друзья мои, не надо этого делать. Если вы думаете, Бог на меня разгневался, поэтому у меня все в жизни плохо. А-а, на мгновение, помните? Ха! Вот на мгновение гнев его. Но даже от этого гнева, тем более из-за крови Иисуса Христа, мы полностью и совершенно свободны. Я сказал, полностью и совершенно свободны. Поэтому нам не нужно искать... Аминь, да, если хлопаете, давайте похлопаем хорошенько. Нам не нужно искать причины того плохого, что в нашей жизни происходит из-за своих проступков, потому что написано, посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева. Слава Иисусу Христу! Что еще мы можем делать ныне? Кстати, насчет этого можно еще Римлянам 8.1 прочитать. История, которая выше была. Написано, итак, ныне нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, а по духу. Когда мы по духу, тогда мы быстрые на покаяние. Мы быстрые на откровенный разговор. Мы быстрые на то, чтобы поступить по Божьему Слову. Тогда мы поступаем по духу. Библия говорит, когда мы поступаем по духу, то нет нам никакого осуждения. Что еще мы можем делать ныне? Вы знаете, ныне мы можем решить благовествовать. В книге Деяния апостолов 4.29 написано, «И ныне, Господи, возри на угрозы их и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить слово Твое». И ученики Иисуса Христа больше двух тысяч лет назад столкнулись с проблемами, которыми сталкивались христиане на протяжении всей истории. «Всячески дьявол, используя естественное и сверхъестественное, противостоял распространению Евангелия». И мы с вами до сих пор сталкиваемся с этим, начиная от того, когда мы в школе, и мы боимся, что о нас подумают, что о нас скажут. На работе мы думаем, что тоже про нас что-нибудь странное подумают, и мы не осмеливаемся. Какие-нибудь еще, может быть, законы и прочие. Сдерживает проповедь Евангелия. Но знаете что? Мы не первые, и мы, скорее всего, не последние, кто столкнется с такого рода противостоянием. Поэтому помните, что благовестие было, есть и останется главной задачей христиан. Давайте я еще раз это скажу и дам возможность отреагировать, чтобы как будто мы все-таки в церкви. Благовестие было, есть и будет главной задачей христиан в церкви. Аминь. Благовестие. Рассказывать людям Божье Слово, потому что Слово Божье это сила ко спасению. Никак по-другому ты не спасешься, кроме как Божье Слово. И церковь это надежда для мира. Если мы замолчим, кто будет рассказывать? Ну, Иисус, конечно, говорит, камни возопию, да? Ну, я не думаю, что нам нужно ждать, когда камни возопию. Давайте будем благовествовать. Будем соработниками на небе Божьей. Я вспоминаю время, когда я поехал на в миссионерскую поездку в Дагестан. И там мы свидетельствовали. Мы вообще проповедовали всему, что вот дышит, да? И каждый вечер, возвращаясь домой, мы проходили мимо одного ларька. Там какой-то киоск, там что-то продавалось. И Дух Святой, тот же самый, который, вот помните, про эту лампочку, про маршрутку, да, тот же самый. Сергей, зайди в ларек. Сергей, зайди в этот ларек. Я спорю, у нас еще месяц спереди. Я целый день сегодня благовествовал. Я и там был, и там был благовествовал. Давай завтра я зайду. И две недели оставалось, и неделя оставалось, и пять, и четыре дня, и три, и два. И вот уже оставался один день. Я говорю, Господь, ну завтра мы уезжаем. Сегодня мы так много благовествовали. Завтра я вот, перед тем, как в аэропорт мы поедем, я зайду в этот ларек и буду благовествовать этому юноше. И вот я пришел домой, очень такой даже духовный, читал, по-моему, даже Библию. Я услышал несколько выстрелов. Я выглянул в окно и увидел, как машина такая со скрипом колес, знаете, белая какая-то, отъехала от этого ларька. Я побежал туда. Я был среди первых, кто прибежал. И парень, которому я должен был благовествовать, его застрелили. Он лежал там в глужей крови, и я больше ничего не мог сделать. Ничего. И понимаете, друзья, иногда бывает такой момент. И я надеюсь, вы понимаете, что я не пытаюсь сейчас сделать так, что вот вы после богослужения пойдете, и домой не приду, пока не буду благовествовать. Нет, не об этом. Вы знаете, когда есть голос Духа Святого. Вы точно знаете, когда он внутри, и когда вот это вот все начинается. Внутри ты понимаешь, нет, сейчас я должен говорить. И вот в этот момент очень важно, чтобы мы оказались послушными. Потому что, когда мы окажемся послушными, мы увидим чудо 15 июля. В тот день, когда это произойдет, мы увидим с вами чудо, потому что мы не отсторонились. И у меня были такие святые оправдания. Понимаете, друзья, мы целый день благовествовали, молились за людей, возлагали на них руки, реально видели чудеса. И поэтому мне казалось, что у меня есть вот святое такое оправдание, в этот ларек не заходить. Но как бы я, как же я был неправ. Друзья, мы что-то можем с вами сделать вместе. Намного больше, чем мы себе можем представить. Я имею в виду, наша церковь, мы потрясающие. Мы столько всего уже совершили. Представляете, когда мы переехали в этот зал, что это был, 2006 год, да, получается, 2006 год, в нашей церкви было, может быть, полторы тысячи человек. Ну так, если уж всех собрать, после всех. На сегодняшний день, вот на декабрь, я точно помню, почему, потому что я собирал эту информацию. У нас же 36 богослужений в разных местах проходит в Москве. Вы знаете об этом, да, же? В разных местах. 36, по-моему, даже сейчас больше уже богослужений. Мы посчитали, и оказалось, что на всех богослужениях нас собирается около 7 тысяч прихожан. И это вот не пасхальные цифры, это вот реальные, да? Ну, знаете, как в церкви считают, пасхальные цифры есть такие, когда больше всех людей приходят. Обычные. И я подумал, вау, а ведь у нас есть с вами мечта и цель о 10 тысячах, и мы реально не так далеко. И были те полторы тысячи человек, которые сделали возможным это здание, которое сейчас Алексей Лунев, там, Щелково они строят, потрясающее здание, там, да, и так далее, и так далее. Пасторы развиваются в области. Но я подумал, мы должны подумать тоже о следующих поколениях. Сделать что-то большее. Нашу церковь, к примеру, тоже мы говорим о миссии, это в нашем ДНК. У нас сейчас 3 месяца, когда мы говорим церковь до края земли. И у нас есть эта программа, которую вы, наверное, слышали 500 по 500. Я даже взял с собой эти анкеты. Когда мы думаем о том, чтобы взять 500 человек по 500 рублей, чтобы продолжить заниматься миссией. И на сегодняшний день у нас 306 человек вовлеклись в эту программу. 306 человек. Я подумал, слава Иисусу, что за 306. Но я, если честно, когда мы только эту программу придумали, я думал, что даже до второго служения не дойдет. Я думал, мы на первом служении объявим, и уже на втором служении нам не нужно будет этим заниматься. Но как я же ошибался? Когда 500 человек, я думаю, я вовлекся, пастор Мацулла, я знаю, вовлекся. Это сверхпожертвование, которое мы даем. Но я подумал, если мы хотим что-то изменить, нам нужно делать что-то еще больше. И расскажу вам пару свидетельств. Просто, чтобы вдохновить вас, дорогая церковь. Когда я был молодежным пастором в нашей церкви здесь, я много также занимался развитием молодежной работы в стране. И когда я приезжал в разные города, учил там, вдохновлял людей, потом возвращался опять в Москву и приезжал назад, через год, к примеру, в эти церкви, ничего не менялось. Я так расстроился. Серьезно, у меня был кризис. Потому что я думал, ну что такое вообще? Что происходит? Я оставляю семью, оставляю свою церковь, еду туда, чтобы вкладывать другие города, и через год там ничего не происходит. Я говорю, Боже, что происходит? Что я делаю не так? И где-то 12 лет назад у меня было общение с одним мужчиной, ему было 77 на тот момент. В Минске, кстати, это произошло. Я спросил у него совета о лидерстве, о лидерском служении. И он дал мне простой совет. Он говорит, Сергей, чтобы заразить человека, тебе нужно, говорит, две вещи. Номер один, тебе нужно быть больным. Уже если ты не болен, ты никого не заразишь, правильно? И номер два, тебе нужно достаточно много провести времени физически с этим человеком. Я подумал, точно. Конечно, у меня дети, когда заболели этой ветрянкой, мне даже молиться не надо было, чтобы кто-то из них заразился. Ну, остальные там. Они просто в одной комнате, кто-то один болен, и они долго физически вместе. Та-дам! Чудо! Я подумал, мы что-то должны сделать. И тогда пришла идея с нашим проектом, который называется «Год для Бога». Я подумал, давайте мы так и сделаем. Мы возьмем молодежных пасторов из страны, привезем их в Москву на один год, и будем тренировать их, как им строить молодежное служение. Потому что мы в Москве точно больные насчет молодежного служения, поэтому нам нужно много времени провести с этими ребятами. И я подумал, какая крутая идея. Все пасторы, когда услышали эту идею, скажут «Сережа, молодец!» Но не тут-то было. Ни один из пасторов не отреагировал положительно на это дело. Он сказал «Ты что, с ума сошел? Ты хочешь, чтобы мы взяли молодежного пастора и отправили в Москву? Тогда у нас все разрушится здесь». Я говорю «Слушайте, у вас все равно ничего не происходит». Я говорю «У вас все равно ничего не происходит». «Ну рискните на год, вдруг что-то хорошее случится». «Нет!» И все равно отказались. И я уже все, пошел ва-банк. Я позвонил некоторым из них, я не скажу вам их имена. Я сказал «Значит так, я говорю, если вы не пошлете своих молодежных пасторов в Москву, я говорю «Вычеркните мой номер телефона из вашей записной книжки и никогда больше мне вообще не звоните. И не зовите меня ни киноконференции, не приеду к вам». Я вообще не блефовал. Потому что почему я должен тратить время на то, на что они не готовы тратить время и силы? Я иногда испытываю людей. Они звонят мне и говорят «Пастор Сергей, мне нужно с тобой срочно о чем-то поговорить». Я говорю «Приезжай в 5 утра». Он говорит «О, я в 5 не могу». Ну я говорю «Тогда я не могу». Почему я должен отдавать тебе свое лучшее время, если ты не готов приложить какие-то усилия? Я сказал «Давай, пастори, если мы собираемся изменить мир к лучшему, если мы хотим распространить Евангелие Иисуса Христа молодежи до следующего поколения, нам нужно взять их для Иисуса. Молодежное служение раз в 5 лет вообще обновляется. Потому что оно растет, развивается. Многие из присутствующих здесь, вы были в молодежном служении, когда я был молодежным пастором. Сейчас вы уже давно не молодые, у вас у самих дети, как у меня, 19-летний сын, 14-11 лет. Они все уже молодежь и подростки. И мы в заблуждении, если думаем, что мы молодые. даже не в заблуждении, в обольщении. Ой. Мне пастор дает только раз в год проповедовать, поэтому я вам все скажу, что я думаю. Может, только поэтому он дает раз в год. Друзья мои, ну давайте, нам нужно, потому что Мацул он очень дипломатичный человек. Ой, я вообще не дипломатичный. В дипломатии это вообще не про меня. Ну нет, про меня. Я стараюсь, по крайней мере. Я думаю, мы должны что-то... И я тогда подумал, нам нужно... И мы начали развивать этот проект. Знаете что? Когда ребята приехали первый год, второй год, мы увидели, как молодежные служения удвоились, утроились, некоторые даже учетверились. И около 150 человек прошло сейчас на сегодняшний день через проект Год для Бога. И во многом вот эти тысячи подростков, которые приезжают в Москву на молодежные конференции, на пасторскую школу, сотни молодежных пасторов приезжают сейчас, мы видим развитие, мы видим рост, мы верим, что есть надежда для России, для христианской России. Но это невозможно, если мы не осмелимся на какие-то радикальные шаги. Пару недель назад... Нет, не пару недель назад, пару лет назад, если быть точно, после молодежной конференции два с половиной года назад мы сидели вместе. У нас по понедельникам выходной у пасторов, потому что мы суббота, воскресенье работаем. И мы сидели в кафе пастор Мацула, Алексей Романов, значит, я сам, наши жены, дети, мы их после школы забрали, пили кофе вместе и рассказывали о том, что происходило на молодежной конференции. Алексей Романов рассказывает историю про парня из Сингапура, который, значит, хотел как-то участвовать в строительстве церковного здания, но у него ничего не было. И тогда, думаю, пришла идея. Я поспорю со своими друзьями и со всеми, кого встречу, с друзьями родителей и так далее, что я похудею на определенное количество килограммов. И взял и поспорил. И сумма килограмма была такой большой, что все легко с ним спорили. Вот. Но он взял и похудел. И собрал, слушайте внимательно, 24 тысячи долларов сингапурских и пожертвовал их в фонд здания церкви. И мы такие, аминь, да, слава Богу. И мы такие сидим в кафе и пастор Моцулла худой, да, Алексей Романов худой. И такая, знаете, неудобная пауза в кафе. Как бы, Сергей, ты не хотел бы что-то сделать для церкви? Да, у тебя как бы и место есть, да, вот чтобы что-то делать. И я, вы знаете, что-то такое пумс провалилось внутрь, что-то провалилось внутрь. Ну почему бы и нет? И тогда у меня мысль такая была, нам нужен свет в церкви, да, нужен экран. Вот это вот, это, слава Богу, за футбол, но это все равно не то, что нам нужна наша церковь, намного лучше, что-то нужно. Нужна отдельная история. И я понял, ну, наверное, свет, наверное, в церковь, нам сценически красивый свет. Но потом, когда я пошел домой молиться, я думал, не, не, не свет. Я молился, и тогда Дух Святой бросил мне вызов, сказал, Сергей, построй тренировочный центр для молодежи, для проекта «Год для Бога». Вот за счет этого. И тогда мы стали дальше общаться, и родилась такой слоган у нас «Худей Сергей за килограмм 100 рублей». Я об этом в церкви практически не рассказывал, потому что я, когда к Мацуле пришел с этой идеей, он говорит, Сергей, ну, понимаешь, второе здание, лучше в церкви об этом не говорить, потому что у нас весь фокус на второе здание. Но я знаю Бога. Наш Бог, он такой, знаете, что он и одно, и другое может сделать. Поэтому я сказал, окей, мы в церкви не будем об этом говорить. И тогда мы начали проект только с молодежи. Где-то 150 человек вовлеклось молодежи во все это дело. И я на молодежное собрание пришел, взвесился 134 килограмма, рассказал ребятам о проекте. Кто-то смеялся, кто-то не верил и так далее. Но мы потихоньку начали. Через полгода мы купили землю за 5 миллионов рублей для нашей церкви. Оформили ее на церкви, все как полагается. Вот отсюда, от Маленковской садитесь, и через 41 минуту вы на месте. Мы стали строить стены, заложили, конечно, фундамент, провели все коммуникации, все оформили на церкви, все как полагается. И чтобы укоротить историю, 20 августа этого года, вот уже сейчас, через месяц, ребята будут въезжать в свой собственный дом. Я думаю, вы можете лучше похлопать. Знаете, что? Мы так сделали с молодежью. Знаете, что было у меня в голове? Я подумал, если мы с молодежью сможем построить тренировочный центр, там 560 квадратных метров, почти 30 миллионов стоимость этого проекта. Это потрясающее место. Мы строим его по самому высшему стандарту, чтобы у ребят полотенца вкусно пахли. Понимаете, да? Там у них будут стиральные машины, сушильные машины, чтобы ничего не было там в комнатах, не висело у них там. Это будет просто вот как пятизвездочный отель. Многие, когда это видят, они говорят, о, а можно мы в проект Год для Бога? Я говорю, для вас дороже. И это стало возможно, потому что мы что-то осмелились делать. И сейчас вы слышали, пару недель назад Пастер Моцул объявил о туре, который мы собираемся сделать. Мы хотим поехать из Дальнего Востока в Санкт-Петербург 10,5 тысяч километров. И кто-то скажет, ну, как это вообще нам поможет? Вы знаете что? Не знаю, чего ожидать мне. Не знаю, чего ожидать мне, но надежда моя на Господа. Потому что Бог может... И знаете, что такое идиотизм? Идиотизм это делать то же самое и ожидать новых результатов. Что, что провалилось? Хотите изменения? Надо что-то сделать. Надо осмелиться на что-то. Я думал, боже мой, вот с этими 500 на 500, я думаю, мы не должны были перевалить даже за одно богослужение. Мы первым должны были все в шим собрать и распространять Евангелие. Мы в Сербии открыли школу для пасторов и служителей. Несколько десятков пасторов и служителей. Я недавно вернулся оттуда. Мы, кстати, видео записали, через пару минут его посмотрим. Потому что нам церковь слова жизни должна... А, новое начало! Сергей, я тебе сам крикну. Аминь, Сергей! Но если мы церковь, мы семья. Тогда нельзя что-то делать в одиночку. Тогда мы вместе можем сделать второе здание. Друзья мои, мы ближе ко второму зданию, чем когда-либо раньше. Но время сейчас, новое начало, чтобы делать какие-то новые усилия. Я поехал в Санкт-Петербург, встретился с директором канала ТБН. Они согласились быть нашими главными информационными партнерами. Я встретился, позвонил на канал Бог ТВ. Они тоже согласились участвовать. Пастор Мацулов встречается сейчас с журналистами в Норвегии. И мы переведем переговоры с одним каналом христианским в Норвегии, чтобы на англоязычной и на Европу распространять информацию о нашей мечте. Потому что мы хотим построить дом для молодежи, для второго собрания, многофункциональный дом, где там спортзал, чтобы молодежь могла там находиться, чтобы будущее было у церкви. Мы можем стать вместе частью этой мечты. Или мы можем быть просто зрителями. Моя молитва, новое начало. Давайте начнем сегодня. Давайте начнем сегодня. Давайте сегодня уже что-то сделаем. У нас, я просто хочу вам бросить вызов, друзья мои. Вот, просто, вот мою веру подкрепите. У нас 306 сейчас участников этого проекта, 500 по 500. Надо нам получать сколько еще? 100? Чего? 194 человека. Найдется ли здесь 194 человека, которые захотят поучаствовать в этом? Просто, чтобы, вот ради веры, друзья мои. Кстати, я вам хочу сказать, если вы скажите Богу, что вы хотите дать, Он вам даст, что дать? Я вам точно говорю. Если не даст, тогда не давайте. Но если даст, не оставляйте себе. Есть у службы порядка вот эти анкеты? Давайте, вот если прямо сейчас ходите, возьмите просто, я даже больше ничего говорить не буду. Вот руку вверх поднимите, и вам служба порядка даст. А я дальше продолжу. Потому что мы так много всего можем сделать вместе. Мы так много всего можем сделать вместе. Я верю, что эти ребята в Сербии, которым мы помогаем. Кстати, вы слышали эту историю? Пастор Моцулла, он был в Египте, ой, в Израиле, извините, и там была Синди Джейкобс, и она пророчествовала. Пророчествовала о том, что открываются Балканы. Мы про Балканы даже не думали о том, чтобы туда идти и нести как-то Евангелие. Но когда мы, когда пастор Моцулла вернулся в Москву, он открыл свой ящик с почтой, и там было письмо от пастора из Сербии. И он написал, как македонянин в Библии, придите к нам, помогите нам. Мы говорим, в чем вам нужна помощь? Они говорят, вы знаете, как взращивать церкви. А потому что у нас есть много церквей в Сербии, но они не растут, они не развиваются. Сербию называют кладбищем для миссионеров. Никто не может прорваться там. Я подумал, конечно, мы можем помочь, потому что у нас есть мандат от Бога. Мы действуем не в своей силе. Недавно началась церковь Слово Жизни в Санкт-Петербурге. Пастор Андрей Горновский. Они пару недель назад переехали в зал на 500 мест четыре года спустя. И они дальше собираются развиваться. Это одна из самых быстро растущих церквей сейчас в Санкт-Петербурге. Потому что есть мудрость, есть знание, есть поддержка, есть помазание, в конце концов. И эти ребята в Сербии говорят, помогите нам. Мы поехали туда сначала с Дмитрием Кравченко, с нашим директором миссии. Встретились там с пасторами, обсудили, какая им нужна помощь и составили для них уникальную специальную программу только для них, для их церкви. И пасторы из России ездили туда, пасторы из нашей церкви ездили туда. И мы учили их о том, как строить церковь, поместную церковь, как укрепляться и развиваться. Давайте посмотрим. У нас есть вот это каратенечкое видео. Если вам по-прежнему нужна анкета, вы держите руку вверх, и вам служба порядка даст. Я, может быть, буду чуть комментировать. Там есть молодежь, которые реально горят, хотят приехать. Хотят приехать к нам, кстати, в проект Год для Бога тоже. И мы хотим тоже их поддержать. Это пасторы на сегодняшний день. Я проводил там семинар о молодежной детской работе. Это вот совсем недавно. И там есть так много горящих людей. Они говорят, приезжайте, пожалуйста, помогите нам. И мы собираемся привезти сюда целый автобус молодежи на молодежную конференцию в Москву, чтобы они приехали тоже, чтобы их сознание увеличилось. Я помню, когда меня Мацулла первый раз в Швецию отправил на молодежную конференцию. Все мое мышление поменялось там. Я увидел, вау, вот что можно делать. Но кто-то заплатил за тот билет. Кто-то сделал это возможным. Я никогда не забуду, как пастор Артур меня взял с собой в первую поездку. Артур Симонян. Повлиял на меня. Мне было 17 лет. Он пришел, говорит, Сергей, я хочу тебя в следующую поездку взять. Я говорю, Артур, у меня ни денег, ничего. Он говорит, я за тебя заплачу. Говорит, я летел в самолете, и Бог мне сказал, встретишь юношу одного, возьми его с собой в следующую поездку. И мы с ним в Нижний Новгород поехали. В купе я и пастор Артур. Вообще чудеса. Мы ехали, и он говорит, с этой поездки начнется путешествие по всему миру. Бог, говорит, разговаривал со мной. Я подумал, класс. Я с тех пор уже был, по-моему, в 46 странах. Друзья мои, я вижу, как вот этот маленький вклад, который мы делаем, он потом эхом отражается в истории, когда люди спасаются. Верим ли мы в будущее? У каждого из нас может быть свой вклад, свое движение. Мы, может быть, вы горели когда-то в 90-м каком-то году или в нулевых годах. Но почему бы нам не обновиться? Новое начало. Мы провозгласили год. Новое начало. Нам не нужна новая жена, как пастор Моцова говорит. Нужно обновить, может быть, отношения с той, что есть. Нам не нужно нововидение. Нам нужно обновить отношения к тому, что у нас есть. Что мы можем обновить в нашей жизни? Где мы можем возобновить свой старт, новое начало иметь? Библия тоже говорит, что мы можем помогать друг другу. В послании Коринфянам написано так. Ныне ваш избыток в восполнении их недостатка, а после их избыток в восполнении вашего недостатка, чтобы была равномерность. Какой у вас есть избыток, друзья мои? Потому что сегодня, может быть, мы вкладываем в молодежь. Да, вы знаете, молодежь и детское служение это самое дорогое вообще служение. Серьезно. Я не знаю никакого другого служения, которое было бы дороже, чем молодежное или детское. Вы только спуститесь в нашу детскую церковь, вы поймете, там все самое лучшее. Молодежное служение, их конференции молодежные это самое дорогостоящее мероприятие для нашей церкви. Но спасибо вам за то, что вы вкладываете в них. Спасибо, что не ругаете их за черный задник. Я был в некоторых церквях и у пасторов реально они в депрессии, молодежные пасторы, потому что к ним приходят люди старшего поколения и говорят, что вы от дьявола, потому что вы черный задник повесили. Где у вас там рога растут, покажите нам, снимите черный задник. А они говорят, мы хотим молодежь достигать, нам нужна картинка, чтобы была красивая, видео, чтобы снимать и так далее. Мы не можем им это объяснить. Спасибо вам, друзья, что вы терпите молодежь. Спасибо, что вы вкладываете. Сегодня вечером здесь будет в церкви финал по футболу. На этом большом экране. Хотите, если приезжаете, возьмите неверующих с собой. Кто-то скажет, а, в церкви футбол, грех, грех. Ну, слушайте, если они из-за футбола в церковь придут, пусть их здесь на футболе прям Дух Святой накроет. Ну, неужели Бог не может сделать чудеса? Конечно, может. И очень важно, чтобы у нас был, ну, понимаете, мы, безусловно, мы современная церковь с древним посланием. Мы ни в коем случае никогда не пойдем на компромисс с грехом. Мы современная церковь. Но то, что было грехом 2000 лет назад остается грехом. Ну, давайте. Еще Иисус не пришел. Еще не время нам опускать руки и сказать, ну, все, мы построили здание. Я видел слишком много церквей. Послушайте меня, братья и сестры. Слишком много церквей, которые, заполучив свое здание, стагнировали и перестали развиваться. Бог дал нам слово, когда мы сюда въехали в первый день. А колодцы, Иаков, который выкопал, что он выкопал новый колодец. Он говорит, что вы распространитесь еще больше. Да. Нам нужно расшириться, пойти еще дальше. Бог дал нам в первый день, когда мы сюда переехали, в это здание, слово. Я бросаю вам вызов, друзья. Да, давайте сами будем богатеть, но не только в себя. Давайте в небеса будем богатеть. В чем твой избыток? Может быть, вы борща вчера наварили, у вас кастрюляка дома стоит. Вы думаете, что с ней делать? Я вам скажу, что с ней делать. Поделитесь с кем-то. Пригласите к себе домой сегодня людей. Скажите, у меня борщ настоялся. Настоялся борщ. И накормите их борщом. Может быть, вы на машине сюда приехали, один на машине, и ваша попа занимает только одно место на машине. Там есть еще место для четырех других поп, извините, пожалуйста, меня. Возьми кого-то. Скажи, давайте подвезу. Уезжаешь там с парковки, мимо вот так едешь, вот так вот туда. Видишь, братья и сестры идут. Их сразу видно, кто они, братья и сестры. А если они вдруг не оказались, братья и сестры, все равно их возьми. Скажи, до метро везу всех. И довези хотя бы до метро. В чем твой избыток сегодня? Какое-то время назад, все, я уже заканчиваю. У меня будет после этих выходных серьезный разговор с администрацией. Я все время перетянул. Пришла такая записка, на ней было написано, значит, что нужна машина, чтобы довезти одну женщину с ребенком в больницу в воскресенье. Я читал эту записку, я думаю, у нас в церкви несколько тысяч прихожан, машину некуда поставить. Неужели мы не найдем машину, чтобы довезти туда? Это недостойно, чтобы даже читать это со сцены. И Дух Святой, тот самый голос из маршрутки. Говорит, Сергей, конечно не надо, зачем читать? Сам их отвези. Сам их возьми, отвези. И я подумал, конечно, у меня машина, есть время, есть бензин, есть. Я с женой договорился, детям, я не буду доступен, после обеда я уеду. Я поехал там сто с чем-то километров, и я забрал эту женщину. Оказалось, неверующая женщина. Ее подруга приходила в церковь и подумала, в церкви кто-то должно быть может помочь. И она в дороге спрашивает, а зачем вы это делаете? Я говорю, ну я был в церкви, на собрании, и было вот объявление, у меня было время, почему бы не помочь? Она говорит, вы знаете, я встречаю верующих очень часто, они помогают мне и там, и там. Я думаю, вот оно, в Слово Божье. Кто-то посадил, кто-то поливал, кто-то однажды соберет урожай. Друзья мои, каждый из нас делает свою часть. И сегодня, 15 июля, чудесный день для того, чтобы чудо произошло в своей жизни. Сегодня Женя такую классную историю рассказал про этого юношу, у которого были эти пять хлебов и две рыбки. Аминь. Вот они, 500 по 500, вот оно, совсем чуть-чуть, то, что рядом здесь находится, что я могу сделать сейчас. И потом кто-то на небесах подойдет нам и скажет, спасибо, за то, что ты на том собрании не остался безучастным. Спасибо за то, что ты не остался где-то в стороне, поехал на миссию. Спасибо за то, что ты участвовал в пожертвовании церкви. Благодаря этому я пришел в тот спортзал, чтобы поиграть и покаялся. А я был на том финале чемпионата мира, когда играли французы с хорватами, хотя должны были французы с россиянами играть. Я помню тот год, в год, когда в России проходил чемпионат мира по футболу. В тот год они купили свое здание еще одно. В тот год они увидели пробуждение. В тот год они говорили, Бог, возмотри на их угрозы, дай рабам твоим со всей смелостью проповедуя слово твое. В тот год они не остановились. Это не просто стала церковь слова жизни, одна из церквей, которая получила свое здание и зашла в стагнацию. Нет, они получив свое здание пошли еще дальше. Они построили пять центров, они развились, они благовествовали, они служили Евангелием Иисуса Христа и вся страна преобразилась. Говорят, церковь, индикаторы церкви самые лучшие, несколько, это сколько людей приходит на молитвенное собрание, это индикатор церкви. То есть, одно дело, сколько людей в воскресенье приходит на собрание, другое дело, сколько приходит на молитвенное собрание. Вот сколько людей на молитву приходит, это хороший индикатор, где вот церковь находится духовно, в тонусе она или не в тонусе. Финансы, безусловно, потому что есть такая поговорка, да, show me the money, да, ну, где твои деньги, там твое, там, где сердце ваше, там и сокровище ваше, да. Это вот одни из самых таких главных индикаторов здоровой, крепкой, сильной церкви. Слава Богу за ваше доверие, друзья. Я знаю, что это не так просто. Вы пожертвования даете, и вы просто доверяете пастору Мацули, да, там, администраторам, правлению церкви. Вы доверяете. Спасибо за то, что вы это делаете. Продолжайте. Я уверен, что мы с вами вместе сможем еще много всего сделать для Господа. В нашем городе, в области в нашей стране и далеко за ее пределами. Вы верите вместе со мной? Аминь. Слава Иисусу. Давайте встанем все вместе. Давайте встанем все вместе. Я хотел просто, ну, хоть чуть-чуть вдохновить вас сегодня, церковь. Как я сказал, я редко должен много путешествовать, ездить, проповедовать. Еще Библия говорит ныне, что мы можем решить, поддерживать и наставлять. Написано, ну, наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне. Вот если хотите, так и рассматривайте сегодняшнюю проповедь. Я и себя наставляю, и вас наставляю. Вот пока можно говорить ныне, да, чтобы никто из вас не ожесточил, не ожесточился, обольстившись грехом. Это и в Евреям 13, 13 стих 3 главы написано. Будем вместе молиться. Бог хочет, я верю, нам ответить. Во 2 Коринфянам 6,2 написано, ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное. Вот теперь день спасения. Давайте поверим Богу, что он нам ответит. Сегодня, 15 июля, чудесный день, для того, чтобы чудо произошло в нашей жизни. Господь, мы приходим к тебе сейчас. Давайте обратимся к нему. Вначале давайте помолимся о своих нуждах, да. Потому что, как сегодня Евгений Полонский читал нам, что Богу есть дело до нас. Он реально не хочет, чтобы кто-то ушел домой голодным. Он хочет, чтобы люди пошли в свое место с миром, чтобы их нужды были восполнены. Когда Моисей и Афор, у них было общение, и Афор дал Моисею всякие советы, и он сказал, сделай это. Если ты сделаешь это, то народ будет уходить в свое место с миром, да. Я верю, что Божье сердце в том, чтобы ваши нужды были восполнены. Поэтому мы можем смело молиться об этом. И подумайте, что-то, может быть, нужно начать делать уже сегодня. Вам, 15 июля, что-то уже можно начать делать сегодня. И Господь. Субтитры сделал DimaTorzok